Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях представители поискового отряда «Пламенные сердца», научбоксарского химико-механического техникума, координатор Людмила Сливанова и заместитель командира отряда Никита Наумов. Здравствуйте! Здравствуйте! Людмила Ивановна, расскажите, пожалуйста, как и когда организовался поисковый отряд «Пламенные сердца» при техникуме? При техникуме у нас очень долго существует музей, военно-патриотический музей «Патриот», руководителем которого является Кадеев Валерий Титыч. И вот на базе этого музея в 2014 году был создан поисковый отряд «Пламенные сердца». Среди студентов? Так, в этот отряд входят не только студенты, сюда входят сотрудники техникума, сюда входят преподаватели техникума, и сюда входят представители общественности. Состав отряда у нас постоянно меняется. Менять в каком смысле? Уходят выпускники, приходят новые члены отряда. Но вот в течение четырех лет ребята, которые начинали, они нынче у нас заканчивают техникум. А вот почему? Ну, был музей боевой славы, воинской славы, решили организовать поисковый отряд. Почему? Это ведь какая-то цель должна была преследоваться? Знаете, когда на одной из встречи с ребятами я рассказала, как по крупицам находила историю своего солдата, Селиванова Ивана Михайловича, который мне и по крови неродный, тогда ребята и сказали, почему, говорит, мы тоже сидим и ничего не делаем. Нужно что-то делать, потому что есть родные, у которых свои солдаты, то есть есть кому их поминать, есть кому о них искать информацию. А есть много солдат, которых и помянуть-то некому. И вот тогда вот такой позыв был. Мы нашли сначала по заявкам от населения историю солдата Педюкова Ивана Константиновича из деревни Мусерма Урмарского района. Сумели передать эту информацию родственникам, а этот солдат считался 42-го года без вести пропавшим, и только в 2013 году обнаружилось извещание о его гибели в Урмарском военкомате. И вот по крупицам ребята нашли его дальнейшую историю. То есть трижды перезахоронения этого солдата было. Окончательное место упокоения он нашел в городе Сычевка, Смоленской области, куда позже поехали его родственники и взяли меня как координатора поискового отряда с собой. И вот после этого, когда я приехала, вернулась в техникум, рассказала ребятам, показала видео тех мест, они тогда и сказали, там же ни один Педюков наверняка погиб и покоится в этой Сычевской земле. А давайте попробуем поискать, сколько наших солдат полегло на этой земле, потому что Сычевское, Ржевское направление – это жестокое место боев, и там пало немало. И вот в течение четырех лет ребята собирали информацию, начинали по первоисточникам, то есть по книге памяти, составили списки. Потом эти списки отправили в Республиканский комиссариат. Была рассылка по всем районным военкоматам, где были списки уточнены. Список из 384 солдат мы переслали в Смоленскую область, в Сычевский район, на уточнение. Уточнили, что этих имен на обелисках нет. И я так понимаю, что основная ваша поисковая работа, это вот самое, наверное, скрупулезное, это не просто раскопки, да, это поиск именно бумажной работы, это работа в архиве с военкоматами, да. Вот, Никита, расскажите об этой работе. Взаимодействие с архивами – это первоочередная задача поисковиков. Мы изначально не знаем, где находится боец, и зачастую даже не знаем его фамилию и имя. Мы начинаем с первоисточника, с книги памяти. В книге памяти мы обнаруживаем бойца. Дальше мы обращаемся к сайтам, таким как «Мемориал», «Память народа», и уточняем там, есть ли этот человек. Может быть, он вообще вернулся живым домой, а может быть, этот человек пропал без вести. А если нет данных на этих сайтах о человеке? Тогда приходится обращаться в областной военный комиссариат. Но, как правило, данные есть. И потом, после этого, дальше что это? После уточнения списков подается заявка на поиск данного бойца. В дальнейшем выезжает какая-либо поисковая группа на место боев, и начинаются раскопки. Иногда на место боев выезжают уже по заявлениям вооруженных сил Российской Федерации. Допустим, они разминировали определенный участок фронта, а там обнаружились бойцы. И вот как раз высылают поисковиков на ведение поисковой работы. И вот до сих пор находятся солдаты, которые пропали без вести, о которых не было информации? Да, и огромное количество. В Советском Союзе был один существенный недостаток. Все считали, что каждый солдат захоронен, каждый солдат найден и каждый солдат не забыт. Лишь в 90-е годы были рассекречены материалы о том, что большая часть солдат была даже не погребена толком. Это была крайняя необходимость. Поэтому, наверное, так было. И сейчас, получается, поисковые отряды же по всей России существуют. И вот все поисковые отряды ищут, работают над тем, чтобы захоронить каждого? Основная задача именно захоронить каждого бойца. По-человечески. Нести о нем светлую память. Единственная проблема, которая образовалась, это состоит в том, что после 43-го года ввели красноармейские книжки. А они, увы, в земле не сохраняются вообще. То есть до этого можно было обнаружить капсулы. А тут исключительная возможность, это если документ очень хорошо сохранился, то есть если он, допустим, находился в болоте или был запечатан в чем-либо. Допустим, в том же самом котелке. Иногда на алюминиевых ложках, на котелках находятся надписи. Ну, то есть каким-то образом приходится искать данные о бойцах. Да. И зачастую на ложках по 3, по 5, по 8 имен. Солдаты менялись. Ну, эта информация у нас просто услышанная. Мы сами в этих раскопках не участвовали. Вы пока, наверное, по возрасту не можете, да, принимать участие в раскопках? И по возрасту, и по тому, что наш отряд еще не так долго существует. Мы еще не проходили учебу, которую должны пройти школу поисковика, которая дает право уже потом участвовать в раскопках. Я так понимаю, что вот логическим, скажем так, завершением той 4-летней работы, которую провел ваш поисковый отряд, это вот стало участие в открытии плит с именами и фамилиями погибших воинов в Смоленской области? Мы установили плиты с именами 384 погибших чувашских солдат. Также мы участвовали в захоронении 508 бойцов, поднятых в поисковый период на Сычевской земле. И среди них нашелся еще один боец. Он из Батревского района Чувашской республики. Козлов, Алиула. Дальнейшие ваши планы. Вот сейчас зима, вы, наверное, сейчас, скажем так, работаете в архивах. Чем будете летом заниматься? Так, ну, во-первых, я сейчас скажу. В архивах у нас очень большая работа. Когда работали по книгам, мы обнаружили такой факт, что очень много солдат наших, чувашских, погибло в Смоленской области, где нет района. То есть деревня Хлепень, Смоленская область. Деревня Хлепень почти есть в каждом районе Смоленской области. Ребята сейчас, первый курс пришел к нам, новички. Они и начали эту работу. Работа по архивам, находить конкретно район гибели этих солдат. Их очень много. На лето у нас, в августе этого года, запланирована учеба. Учеба у нас запланирована в Новгородской области. Северо-западный фронт? На северо-западном фронте мы запланировали совместно с другими отрядами обучаться поисковой деятельности. Спасибо вам большое за вашу работу, за то, что пришли и ответили на наши вопросы. А я напомню, что сегодня у нас в гостях были представители поискового отряда «Пламенные сердца» Новочебоксарского химико-механического техникума координатора Людмила Сливанова и заместитель командира отряда Никита Наумов. Спасибо за внимание. До свидания.